Позади кастинги, напряжение и переживания. Из 60 претендентов строгий отбор жюри прошли 30 лучших. Они все очень разные, но их объединяет одно – желание стать новым лицом программы «Утренний эспрессо». Эмоции у конкурсантов после прохождения кастинга «Море», и они спешат ими поделиться. Я такая, да ладно! Вот что-то такое было. Почему-то я как с такими обрывками вспоминаю, мне как-то не очень понравилось. Как я говорила по суфлеру, там тексты как рассказывала, мне как-то так не очень понравилось. Но я такая, мне позвонили, сказали, вы, девушка, прошли, все, приходите тогда, да тогда. Я такая, спасибо, конечно, приду. Сам момент удивительный, такой детской любознательности. Знаете, когда ты маленький, ты хочешь разобрать игрушку, посмотреть, как она работает, что там внутри. И вот сейчас я примерно переживаю эти ощущения, как будто бы я по ту сторону экрана, я вот внутри этой игрушки, мне хочется посмотреть, как она работает. Каждая клеточка моей души, каждая чакра воодушевлена, наполнена вдохновением, энергией. Здесь я встретила людей, которые разделяют мое мнение, взгляды на жизнь. Столько творчества, столько креативного подхода. Я просто растворяюсь, мне это очень нравится. Эмоции зашкаливают, но пора возвращаться в реальность и браться за работу. Для участников проекта подготовили первый мастер-класс, который познакомил их со спецификой работы телевидения. Настоящие мастера своего дела поделились опытом, познакомили с обязанностями каждого, кто работает над выпуском телепрограмм, и предложили первое задание. Мозговые штурмы – это нормальная, естественная и очень продуктивная работа на телевидении. Когда мы начинаем, приступаем к какому-то проекту, даже если он родился в голове одного редактора, он никогда не запускается до того момента, пока не был собран мозговой штурм, начиная от руководства и заканчивая всеми техническими службами, и не были продуманы все-все-все нюансы и моменты. Поэтому сейчас у нас мозговой штурм. Участникам предстояло за считанные минуты создать собственный телеканал и полностью придумать программы для него. Впечатляюще, не правда ли? Тем не менее, с заданием справились все. Разделившись на команды, будущие звезды экрана быстренько и дружно представили свои проекты. Итак, мы приветствуем вас в прямом эфире канала Анима ТВ. Перевод с латинского анима – это жизненное начало и душа. Наш канал будет создан для того, чтобы люди восстанавливались, люди отогревались, люди перезагружались. Мне кажется, в каждой группе, в нашей в частности, собралось столько креативных мозгов, голов полных идей, и это очень здорово – придумывать что-то. Но идеи идеями, а без умения воплощать их в жизнь – никуда. Секретами создания интересного материала, а также лайфхаками со съемочной площадки делились новичками Роман Бич, Наталья Войтюх и Екатерина Ничепорук. Для меня это большой опыт, бесценный опыт. Это очень интересно, потому что, скажем, камеры, не только телевидение, а камеры, они все больше нас окружают. Это интересно и поведение на камеру, каким должно быть. Это весьма интересно, потому что действительно ты общаешься с людьми, которые компетентны в этих вопросах, которые действительно профессионалы своего дела, и хочется подчеркнуть от этого максимально пользу. После мастер-класса каждый участник получил домашнее задание, которое нужно выполнить в течение суток. А именно – найти актуальную тему и попробовать написать на ее основе текст, который мог бы стать сюжетом для телепрограммы. Ведь для ведущего важна не только внешность, но и в том числе умение работать с текстом. Наш первый мастер-класс мы попытались провести в интерактивной форме. Почему? Потому что с ребятами, прежде чем чему-то их учить, обучаясь, нужно было познакомиться. Поэтому я попытался внести в эту обучающую лекцию максимально много интерактива. И был очень приятно, удивлен на реакцию. Буквально, что называется, с места в карьер. Уже по итогам первого мастер-класса видно, кто выступает в роли лидера, кто активно включается в процесс. Были такие люди, которые очень тихо, просто, можно сказать, отсиживались в стороночке и не включались в работу. Хочется сразу им сказать, что так делать не стоит. Потому что мы очень внимательно в процессе наблюдаем за поведением участников. За тем, как они работают, с каким желанием они включаются в то или иное задание. И от этого в том числе зависит решение членов жюри. До финала и заветного места ведущего программы «Утренний эспрессо» доберутся далеко не все. Впереди упорная работа и жесткая конкуренция, которую выдержат только самые сильные и мотивированные. А у телезрителей вскоре появится возможность голосовать за наиболее понравившегося участника. Так что внимательно следите за проектом «Новые лица» и выбирайте вместе с нами тех, кто будет радовать вас с утра в прямом эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!